Песня Ивана Дорна Исполнение народное. Певицы из фолк-фьюжн проекта «Красные бусы» обработали эстрадную композицию в народном стиле и считают, что теперь с этим уместно выступать даже в филармонии. А Иван Дорн на сцене филармонии – это нормально? Ага, смотря в каком качестве. Я думаю, что в нашей интерпретации это неплохо. Художественный руководитель Оркестра русских народных инструментов лично пригласил артисток на сцену филармонии. Он считает, что народная песня лучше всего подходит для того, чтобы взглянуть вглубь веков взглядом современного человека. Исследовать древнюю культуру с позиции настоящего времени. Потому что фольклор сам по себе очень пластичен и устойчив к переменам. Как Бетховен, как Чайковский. Есть люди, которые действительно пишут свои полотна как романы, как произведения, и они тщательно оттачивают свой язык. Каждую фразу несколько сотен раз, даже, наверное, тысяч раз переписывают. А есть просто жанры разговорные довольно-таки. Такие, как, например, джаз, блюз. В том числе и то, чем являлась русская песня на Руси. Песня, чем являлась. То есть это способ коммуникации людей друг с другом. 13 лет назад Татьяна Иконик, отучившись в Хабаровском институте культуры, пришла в педагогический институт, чтобы создать свой проект «Фолкфьюжн». Она хотела совместить народное исполнение, душевность, этнических звучаний с возможностями джаза и электронной музыки. И мне кажется, что народную песню сейчас, для того, чтобы ее оживить, ее нужно преподносить именно вот так. Но делать это качественно. Потому что таким образом мы, ну, может быть, прикармливаем слушателя, зрителя какими-то известными вещами. А потом, когда уже он наш, и ему все нравится, мы уже будем давать какие-то более глубинные, более сложные вещи. Хотя о том, что мы делаем какие-то поверхностные вещи, нельзя сказать. Музыка очень интересная, музыка сложная. Народная песня, она, в принципе, сама по себе сложная. Даже обыкновенная какая-то шуточная, плясовая. Это уже довольно-таки серьезный материал. А если ее еще преподнести в какой-то обработке, это будет очень интересно. И она запомнится. А сложность в чем? В том, что это не попса. Привычно? Непривычно. Массы привыкли к легкой, свободной музыке, над которой не надо задумываться. А народная песня, как мне кажется, она всегда заставляет человека задуматься. Из-за содержания? Содержания, текста, мелодика, все. Ну и как это преподнесено. Как когда-то сказал Александр Пушной, песня ничто, исполнение все. Что бы ни пел коллектив, традиционные композиции, которые исполняют уже больше десяти столетий. Или то, что недавно находилось в топе поп-чартов, фольклор сохраняется в манере пения и способе формирования звука. Народная песня в прямом смысле звучит от сердца. В эстраде смешивается и головное резонирование, и грудное, но головного там больше. То есть это как бы сверху немножко звук. А народный же звук, он больше идет на грудь. И от этого слышится именно тембр человека, все окраски его. И вот он такой пронизывающий какой-то. Вот меня это больше касается. Благодаря тому, что мы делаем в «Красных бусах», я думаю, многие люди изменили свое мнение о народной песне, что она может быть совершенно разной, колоритной. Это фольклор, это этника, интересная музыка, зачитание каких-то голосов таких, да, прям тембров. На самом деле, не поверите, уже не знаю сколько тысяч раз выходила на сцену, и каждый раз, как в первый раз. Не знаю, как это описать, но вот что-то вот в солнечном сплетении такое вот поджимает-жимается, и ты вот представляешь, что вот сейчас, да, нужно выйти и сделать все классно, круто. На репетиции ты поешь сам для себя, а на концерте ты поешь для зрителей, и ты видишь их эмоции, видишь их отдачу, и это еще восполняет, и еще больше хочется отдать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы знаете, эта музыка сложная, потому что она настоящая, потому что она про глубокие вибрации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова